всем привет сегодня мы поговорим про customer development это очень популярный распространенный инструмент среди бизнеса и маркетинга но если углубляться в определение то customer development это тестирование идеи или прототипа продукта на потенциальных пользователей того чтобы понять какой-то фидбэк обратную связь принять его и имплементировать свой продукт дальше если обращаться до к истокам откуда вообще-то появилась то есть такая цитата у основателя подхода customer development стива бланка внутри здания ничего не происходит так что выйди на улицу это про то чтобы не делать до свой продукт или там какую-то идею только в четырех стенах но и также тестировать ее на определенных пользователей и улучшать с каждым разом и также у customer development есть определенная модель то есть первая составляющая то поиск идеи это про то как мы транслируем эту идею нашим кастомерам и про то как мы получаем фидбэк на эту идею то здесь нужно исследовать в целом а клиентский сегмент исследовать то как кастомеры потенциально относятся к идее и потом реализации идеи то здесь мы уже формируем конкретный сегмент сегмент пользователей то есть customer персоны и формируем тот продукт который там минимальный жизнеспособный продукт mvp которые мы будем уже дальше запускать но если говорить про айса как у нас применяется customer development понятное дело не весь вот да не вся эта огромная модель и схема мы скорее отходим customer интервью для чего для того чтобы постоянно улучшать наш продукт наши стажировки или узнавать какие-то новые потребительские инсайты от них то есть в целом да когда нужно запускать customer интервью нужно задаться вопросом а в чем их цель зачем они нам сейчас нужны мы пришли к такой определенной цели это выявить боль боль можно поставить равно потребность и сегментировать покупателей для того чтобы у нас появились определенные customer персоны мы с точки зрения маркетинга могли их найти могли к ним обратиться с определенным ценностным предложением могли выявить какие-то от них инсайты для того чтобы увеличить целом продаж так вот схема вот этих вот customer интервью как она выглядит по логике сначала мы формируем гипотеза то есть мы предполагаем что например наши пользователи покупают стажировку global волонтер потому что им скучно или потому что им не хватает осознанных путешествий или потому что они настолько любят волонтерство что хотят помогать людям больше и больше после того как мы сформировали гипотезы мы проводим интервью да то есть на каждую гипотезу нас есть пул вопросов эти вопросы мы задаем уже нашим покупателям да то есть те люди которые купили стажировки и после этого мы проводим анализ но что самое главное это мы формируем ценностное предложение так вот если говорить про интервью да зачем в чем их плюс зачем их нужно вообще проводить первое да мы знакомимся с языком пользователь то есть мы понимаем кто наш сегмент то есть это студенты понимаем на каком языке они говорят понимаем какими каналами коммуникации информации они пользуются где их искать что самое главное собираем у них до подробную информацию и четкие разъяснения развернутые ответы на те вопросы куда которые у нас есть то есть если это интервью то нам не подойдут ответы в стиле да нет не знаю нам подойдут ответы только развернутые основанные на реальном опыте человека то есть нужно спрашивать только исходя из прошлого не из будущего то есть не о чем вы мечтаете что вы хотите как вы хотите развиваться в будущем а что уже на данный момент вы конкретно сделали за последний год в том чтобы как-то вложиться в свое саморазвитие поэтому с этой точки зрения именно живые такие полноценные кастомер интервью будут большим плюсом еще одним плюсом у них является то что мы видим невербальной реакции человека то есть мы видим его эмоции язык жестов и к эмоциям очень важно обращаться потому что эмоции выявляют бой если вы помните да цель кастомер интервью это выявить боль потребность наших определенных кастомер покупателя получается если мы видим эмоцию например там раздражение страх или наоборот очень большой радости это говорит о том что мы задели вот эту самую потребность значит наш продукт скорее всего ему релевантен он реальным поможет именно поэтому он его и купил и после того как мы провели эти интервью мы уже анализируем да насколько они подходят не подходят нашим гипотезам например мы поняли что большинство людей идут на стажировку глобал волонтир потому что им банально скучно и мне интересно они застряли в рутине в своем университете и они хотят как-то разнообразить свой жизненный опыт ну и после того как мы уже выявили дате гипотеза выявили сегменты покупателей мы понимаем какие они у нас есть почему покупают наши стажировки именно эти люди и после этого формируем ценностное предложение это тоже очень важный этап поскольку это поможет именно маркетингу именно в промо наших стажировок и формула ценностного предложения она звучит так мы помогаем клиентам x в ситуации z решить проблему с помощью продукта получает ценность то есть а мы понимаем какой-то сегмент клиентов условно там студента 2 3 курса недовольные своим образованием которые у которых есть вот эта вот проблема рутины недовольство у нас есть продукты это стажировка глобал волонтер где они получат ценность того что они могут разнообразить свои будни они могут приобрести какой-то заряд эмоций на приключениях и так далее соответственно после того как мы сформировали вот это долго длинное ценностное предложение мы можем его разрубить на маленькие кусочки пусть это будут месседжи пусть это будут слоганы пусть это будут я не знаю какие-то варианты до визуальные где вы можете это распространять но если хоть что-то из этого ценностного предложения затронет и реально стригерит эмоцию покупателя что он подумает да действительно мне же действительно скучно я же хочу больше эмоций я же молод например то тогда он скорее всего уже клик не да и пройдет по воронке продаж дальше скорее всего подастся скорее всего оставит свой контакт или подпишется на группу чтобы следить за новостями но тем не менее вы со стороны маркетинга привлечете тот самый сегмент который мы выявили с помощью кастомер интервью вот так и происходит постоянно улучшение того как мы работаем с помощью каких-то потребительских инсайтов но не путайте пожалуйста вот эти вот термины кастомер интервью то что мы до общаемся с нашими кастомерам с кастомер и девелопментом наш кастомер девелопмент это огромный процесс который включает в себя еще и создание и тесты каких-то новых продуктов поэтому если вдруг будете проводить еще кастомер интервью желаю вам удачи все материалы по кастомер девелопмент вы можете найти советую соответствующей папке в маркетинг фолдер удачи